Работе Краснодарского краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов Содружества Павел Сноксарёв посвятил уже без малого 20 лет. Социализация и адаптация в обществе – работа с талантливыми детьми с ограниченными возможностями здоровья. Под его руководством дети-инвалиды получают развитие и реабилитацию, арт-терапия, выставки, концерты, игровые программы, целый комплекс мероприятий. По словам краевого специалиста, Анапа – один из лучших примеров реализации программы «Доступная среда». Мы больше двух лет работаем с Анапой, работаем в разных направлениях, в том числе и доступная среда, в том числе и культура, искусство. И то, что мы можем помочь, какие-то вопросы сделать лучше или организовать что-то, всегда получается хорошо. В Анапе всегда получается хорошо. А с чем это связано? Наверное, с профессионализмом, исполнителей. Я люблю профессионалов. Я как менеджер, организующий много мероприятий, в том числе и краевых, и больших, я могу сказать, что интересно работать только с профессионалами. В работе «Круглого стола» приняли участие представители учреждений культуры, участники движения «Молодая гвардия», общественные деятели. Депутат горсовета Светлана Хижняк поделилась опытом работы по социализации и развитию детей с ограниченными возможностями здоровья. В Доме культуры «Станица Анапская» она организовала клуб, в котором особенные дети и их родители находят помощь и поддержку. Мы объединили все семьи Анапского сельского округа, имеющих детей-инвалидов. Это 48 семей. Все детки у нас занимаются на базе Дома культуры. Мы начали заниматься декоративно-прикладным творческим. Мы приглашали социальные службы, начали для объяснения каких-либо вопросов, которые возникаются. Самое основное, что является для семей, в которых есть дети, чтобы они не ставали со своей проблемой одни. Успешным опытом работы в этом направлении поделились и другие участники «Круглого стола». В Центре культуры Родина существует ансамбль инвалидов-колясочников «Хэриданс». Свои проекты в помощь инвалидам предлагает сегодня анапская молодежь. Павел Сноксарев пообещал краевую поддержку в таких начинаниях. Встреча прошла в очень продуктивном русле. Обсудили достаточно много интересных проектов, которые мы можем реализовать совместно и в нашем городе, в нашем муниципальном образовании, так и в крае. Проекты достаточно интересные. Обсудили также ряд совместных мероприятий, которые мы можем провести для ребят с ограниченными возможностями. Мы можем включить их в такую среду более активную, где мы сможем реализовать весь их потенциал творческий, интеллектуальный. То есть провести ряд крупных мероприятий, которые смогут пойти нам и краю нашему, да и вообще нашей стране, наверное, на пользу. Следующая встреча с Павлом Сноксаревым состоится в августе. До этого времени культурные, молодежные и социальные организации подготовят пакет творческих проектов. Лучшие будут реализованы уже в этом году. Руслан Душевский. Анапа. Регион. Редактор субтитров.